Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 октября. Житие преподобного Теофана, исповедника и творца канонов. Преподобный Теофан родился от благорестивых родителей, живших в Палестине. Они были люди богобоязненные и особенно усердствовали странолюбие. Теофан имел и брата, наименованного в последствии за понесенное им от иконоборцев страдания, натертанным. Именуется потому так, что на лицах их после жестоких истязаний, коим они были подвергнуты, как защитники иконопочитания, император византийский Теофан велел начертать позорные стихи, мучительным начертанием которых, посредством раскаленных игл, были выжжены лица исповедников до самых веждий. Попечениями своих родителей Теофан с братом своим Феодором обучились всякой книжной премудрости и были искусными философами. Постигнув суету и непостоянство настоящего мира, приходит бы образ мира сего, оставившись все, братья пришли в лавру святого Саввы и посвятили там себя иноческой жизни, в кое подвязались ревностно, преуспевая в молитвах и во всех добродетелях. За свою добродетельную жизнь Теофан был удостоен пресвитерского сана. В то время началось безбожное гонение на святые иконы, которое волновало всю Церковь Божию, и многие христиане за почитание святых икон подверглись гонениям и мучениям. Тогда эти премудрые учители и защитники православия были постны иерусалимским патриархам, как бы агнцы к волку, к императору Льву, армянину, для обличения его злочестия. Пришел Константинополь и, представ перед этим богопротивником, они дерзновенно обличали его в злочестии. Вследствие этого братья-философы много пострадали, и не от одного только императора Льва Армянина, но и от других бывших после него императоров Михаила, Балбы и Феофила. Они претерпели многоразличные мучения, раны и оковы, голод и жажду, ссылки и заклеймения лиц, заточения и другие бесчисленные злополучия. В течение более 20 лет, от 817 до 842 года, они были мучимы и гонимы иконоборцами. Среди этих бедствий святой Феодор приставился около 840 года. А Феофан дожил до наступления мира в церкви. Сын византийского императора Феофила, Михаил, приняв вместе с матерью своей Феодору скипетр византийских императоров, восстановил почитание святых икон, внес их в церкви Божии и возвратил из заточения всех святых мужей, продавших за иконопочитание, оказывая всем им большие почести. Тогда же был возвращен из заточения и святой Феофан, и после принятия рукоположения от патриарха Мефодия, уничтожившего иконоборческую ересь, был назначен на митрополитическую кафедру Никейской церкви. Святой Мефодий, первый патриарх Константинопольский с 842-846 года. Святой Феофан составил торжественный канон о почитании святых икон и оставил после себя церкви Христовой и многое других полезных писаний. От здешней земной жизни он переселился к Господу около 843 года и после многоболезненных подвигов своих ныне блаженствует в небесных обителях. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.